привет все мои хорошие что у меня день сегодня знаете вы сколько начинается в 19 14 точнее день то у меня с утра уже на ногах бегали 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 саду целый день только приехали домой мы съездили отвезли машину с утром город мантабан на ремонт так что мою маленькую машинку отремонтировали который ремонтом вошелся очень-очень-очень кругленькую сумму что мне очень расстраивает ну надо значит надо так это я потом расскажу в конце эту бумажку я одно положил сразу показать граница в конце и у нас очень много покупок очень много покупок так что я вам все покажу я заехала заехала в магазин тканей и там были скидки на ткани так что я купила какие ткани здесь у меня получается кожзаменитель под змею что ли под не под змею наверно под крокодила что ли так сказать на ощупь стоит 6 евро и в нем 55 сантиметров купила я если вы такой аппарат чтобы для лизания потому что который был у нее в подарке он сновался но естественно калит качество есть это нехорошее за это не стоит расстраиваться взяли такой не стоит 20 евро так я взяла ткань очень такая приятная ткань красивая мне очень понравилось что-нибудь копчику себе очень приятно она стоила кстати такие вот ткани они были по 50 процентов скидка получается здесь 85 сантиметров 1 евро запятая минус 50 процентов 5 евро 50 за эту ткань ой широкая вот такая вот одна ткань взяла вот такую ткань не знаю ткань не буду называть цену и никому это неинтересно вот так вот это конечно увидят сразу сумму все это алиса на платье смотреть какая прелесть видно видно вот такую ткань взяла сердечки естественно цветочки опять такой мира фальчика понравилось сделать ткань так это ткани дальше целый этап сатвояж мы купили сатвояж это нам для машины для какой до чего я все объясню в конце этот саквояж стоит 11 с лишним евро 11 99 как всегда 99 так ну что наши покупочки сатвояж начнем с алисной покупочки и дариса что это рассказывает платье платье смотрите какое красивое платье и она гофрированная так с прессой гофрировка и она крутится крутится большими я взяла стоила на 9 евро 99 сантиметра 19 99 так что куколка мне будет красавица совсем красавица это была моя футболка а вот она себе купила футболочку мне понравилась такая обычная футболочку но такая вот немножко небольшая деталька что мне заинтриговала яйца вам такая красивая футболочка внизу как рубачка будто выглядывает прикольно так за всего лишь на 3 евро 99 сантиметра 15 евро магазина все любимые здесь у нас вообще каверна алибабы алиса что это паскал говори калькулятор калькулятор стоит он всего-навсего один с лишним по моему 1 евро и 12 евро 1 евро 2 12 сантиметра такие коробочки мы взяли для полника у них есть но с таким хочется поменять уже она 1 евро с копеечками 1 евро 49 цент тетрадки детка взяли чтоб они писали нас на каникулах какими для профиси для математики держите ваши тетрадки зубные щетки мы набрали всем детские они меньше одного евро стоили а на что он по полтора евро так вот такие записные бумажки взяли записать мы берем и что там пишем и расстается на столе записной руки так вот и могу поздороваться хотя бы сказать так я себе взяла рафуль рафуль стань нормально во первых вы слишком высоко взяла себе дезодоранты они немножко дешевле чем магазине обычном в аксин и за это я беру там постоянно себе три разных да и очень нравится они алисе вонку такую коробочку для пикника взяли не пикника для полника вот такие вот зале коробочки там а учиться считать детям они по-моему 2.99 стоят и для того чтобы учиться правильному писал описанию алисе взяли вот такую вот сумочку для разукрашивания будет на разукрашивать вот она такая вот сразу откроем алисе сейчас до тебя очек дают подожди секунду алис держи спасибо пожалуйста ну и кинь пожалуйста себе я записала записную книжку взяла знаете какая смешная зеркало мне нужна записная книжка потому что моя закончилась она была до начала июля это сразу до декабря на 5 что же нас было даже не помню ожидал один евро шестьдесят девять сантим всего на все цели такие карандаши детям писать фломастеры даже не карандаши фломастера подожди пожалуйста не очень тонкие очень удобно ими писать держите держите а файл тоже конкретно он уже все учался вместе с ним взяли вот такие игры играть семь евро стоят такие игры из дерева пахнет деревом очень хорошее в магазине спортивно она в районе 30 евро стоит а это всего что все за смех так мы купили и заехали в книжный магазин опять же купила детям заниматься рафаэль по математике алисик подготовить к начальной школе первому классу здесь математика и читать и писать и себе я взяла новую такую вот книгу разные соки делать и почему я взяла эту новую книгу потому что я буду менять соколожималку на другую соколожималку которая не знаю как правильно называется по-русски я найду скажу как называется здесь очень много разных таких нормальных реальных соков сделать не то что я покупала там какие-то нереальные эти рецепты были с овощей непонятных брать откуда так что вот новая книжка у меня так купили мы салатницы из пластмасса разные также для нашей машины опять же объясню чуть попозже почему для нашей машины ну нашей машины вам что дальше так здесь что мы набрали а здесь мы набрали носки мы в Киаби заезжали носки были со скидкой минус 50 процентов всего лишь 3 евро вместо 6 я заплачала за 5 пар носков Алисе купили вот такие вот шлепки всего лишь за 3,50 3,50 это без скидки было она себе увидела но говорит мама я хочу себе под купальник у нее такой же купальник обязательно захотите шлепочки так купили опять же носки минус 50 процентов 2,5 евро вместо 5 колготки Алисе взяла тоже а это минус 70 получается 1,5 евро вместо 5 Арноси носки взял 5 евро 3 пары трусики Алисе взяла и Рафари красивую такую футболочку взяли без скидки ну всего нам всего 3 евро трусики 7 евро нет трусики 5 евро а может тут еще и сумку купили так трусики 5 евро это сколько 6 трусиков Алисе Алис покажи твою шапочку и твою сумку пожалуйста Алис Алис покажи шляпу и сумку пожалуйста Алисе мы купили сумочку она была за 8 евро мы взяли с 50 процентной скидкой получается за 4 евро вот такая красивая сумочка корзинка ей очень понравилась держи и вот такая шляпка за 3,5 евро вместо 7 была вместо 50 процентов вот вроде все больше ничего нам едут цвету цвету вот и все ну что у нас самое главное самая большая покупка мы купили грузовик не грузовик а как его ну да наверное как трафик нет минивэн не знаю как правильно произнести короче говоря большой автобус наш микроавтобус вот 6 мест в нем огромное место где как там багажника который мы будем со временем потихонечку делать грузовичок для того чтобы ездить в путешествие вот долго мы думали долго мы решались долго мы гадали долго 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 много все надо было придумать все таки это не маленькая покупка это большая покупка очень дорого взяли мы кредит небольшой на эту машину вот так что сегодня новая покупка машину мы заказали получается заплатили и теперь у нас забираем мы ее в пятницу в следующую вот так так что покажу вам когда она будет уже стоять во дворе все вроде бы все так сейчас разгребаю все это раскладываю выпью кофе потому что мне ужасно болит голова и потом обмоем нашу покупку все 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 сейчас показала привет все мои хорошие ой лохматая что ты там слышу странные звуки так ну что у меня сегодня выходной детки у меня в центре в центре отдыха в центре в центре отдыха я позанималась спортом даже еще и после спорта пробежалась такая я сегодня молодец прям такая вся ох 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 сам тебя не похвалишь никто тебя не похвалит правильно вот что хотела сказать давненько я ничего не снимала целую неделю практически почему потому что я наснимала предыдущие недели очень много всего так как я выставляю теперь влоги только сколько там день три дня по-моему в неделю где-то так три или пять дней не помню неделю нет три-четыре дня в неделю выкладываю и получается у меня такое огромное количество снято все не успеваю выкладывать жалко мне что-то не выкладывать потому что я все-таки это снималась такие хотят бы мне это смонтировать но я когда монтирую это видео я понимаю то что я не видела как бы снимала это неделю назад и они уже в принципе не помнят день что именно хотела вам показать что именно хотела вам рассказать и я понимаю что нет это для меня глупо снимать слишком много и потом даже не помню как размонтировать что смонтировать что какой именно изюминку там поставить и за этого я перестала снимать целую неделю чтоб как бы выставить всё что я уже сняла раньше и потом потом как бы свеженький 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 делать что новостей очень много очень много чего хочется рассказать просто огромное количество сегодня не буду рассказывать расскажу вам это завтра но не сегодня в другом видео вот так что такие вот делишки что у нас еще новенького интересненького принципе ничего такого особенного ну сейчас смотрю меня джанта 100 бегает странно вот так что сейчас после спорта естественно начала стирать хочу постирать постельное белье детей наши все перестирать и все еще перегладить потому что моего ребенка она пожаловалась одну ночь пришла плакать мамочка у меня чешется в попе уж извините такие подробности так я вам все рассказываю рассказываю все вот естественно я не могу утвердить то что у нее есть там эти червячки я не знаю как они называются у нас эти червячки которые в попе там у детей бывают я иду вообще на откровение даю ладно вот я не могу это утвердить не буду издавать анализы никуда ребенка таскать не буду мучить не буду и просто на что поехала в аптеку и купила лекарство которое для профилактики которого если у нее есть эти аккарья не знаю как у нас называется без аккарья а у нас острицы по вам так или устрицы нет не устрицы точно ну что то такое вот мне не закорнил что же я рассказываю боже мой короче говоря фиг с ними что то есть не может быть там вот и я купила это лекарство в аптеке купила для всех потому что животные у нас дома находится все мы гладим всем их лица хотя у них нету животных этих господи червей этих таком тех червей нету потому что мы им даем регулярно лекарства но мало ли знаете все таки все может быть мы гладим хоть и каждый раз рыбаем руки все может быть даже те же мои овощи с моего огорода ну не до мыла тем более у меня часто кушают овощи прямо вот смотрите с огорода тут же помидоры не сорвали они не моют они кушают таким вот образом малинку точно так же они кушают не мывшим но я их не заставляю мыть потому что все таки в своем огороде чего бояться то вот ну и мне поехала в эту аптеку купила лекарство мне там вот именно все это объяснить что возможно это может быть потому что вот они кушат овощи плохо мытые или не мытые совсем или же животные все страны так что купила лекарства всем всех пропаила вчера на всякий случай даже если ничего нет бог с ним лук хуже не будет и а естественно да все перестирать белье который вчера это все на чем мы спали то что знаете мало ли выходит все это зараза сна чтобы она не осну как все что останется на кровати так что три дня я буду драйвить каждый день стирать постельное белье каждый день плюс еще гладь потому что надо их гладить на чтобы все это делается убить до конца паром пройтись хорошо вот так что стирки мне бы три дня три дня каждый день снимать по новой любви убивать постельное белье всем три кровати наши и детские плюс пижамы тоже каждый меня отнес сказали короче говоря сама себе работу придумываю ночью так веселее жить правильно что еще нового научила не научилась но стараюсь учиться спать вместо трех ночи я укладываюсь в 12 ночи все-таки для меня это уже большой прогресс хотя позавчера не вчера позавчера я легла в час ночи но что это огромнейший для меня прогресс кстати с трех перейти до двенадцати или до часу ночи тоже три часа два три часа у меня больше сна получается я чувствую на себе что как то может быть меньше уставшая не знаю хотя вчера я приехала с работы я просто вот так вот просто легла искать одной я больше не могу ничего заниматься детьми я ложусь мне надо просто лечь но естественно я полежала может подремала я не знаю где-то так может быть через часик детки я слышу заговорили ошумели я проснулась может быть я даже не знаю спала я или нет я знаю что я отдохнула вот и естественно потом спать фигушки вам ну в 12 сама себя говорится заставила закрыла глаза все выключила хочешь не хочешь спи вот так что такие уже новости стеки получше уже я над собой сама себя стараюсь контролировать я жду встречи с врачом с врачом с русскоговорящим я не знаю кто он русский или же с украины из украины или с украины поправьте меня пожалуйста или может быть из беларуси я не знаю я услышала какие в магазине в одном продаю хозяин магазина мне сказал что у нас есть труд для него все русские я так поняла то что русскоговорящий значит русский вот так что я позвонила этот человек который доктор будет на 31 июля в отпуске 31 июля я к нему еду беру встречу еду к нему вот и естественно потом отправляюсь этому кардиологу так правильно который сердечко проверяет вот так что все буду держать вас в курсе и буду сейчас готовиться что мне очень много кабачков вот такое огромное количество все огромные так сейчас я их буду резать на кусочки мелкие замораживать сейчас мне небольшой перекус после спорта авокадо ну и продолжаю стирать естественно так что все работаю и вернемся это забрала я своих зайчиков центра отдыха при школе и они мне попросили мы предложили точнее поехать покататься на велосипедах они не захотели видимо очень устали так что они попросили у меня почему-то позаниматься видимо им школа за точнее за школа они очень скучают а что рафаэль нас он пишет цифры каких не хватает спасибо мой зайчик показал рафаэля слабоват немножко математики мы потягиваем математику у алисы надо считать барашков и писать цифры волосы и писать сколько из из цифр как сейчас мы все проверим потом буду такие короче говоря здесь вот в этом наборе секундочку подожди в наборе алисы здесь есть и писать и читать и математикой заниматься так что лицевых полностью алисис проверяем ну давай проверим подожди нет оставь раз два три 4 правильно раз два три 4 5 6 7 7 правильно 2 4 6 8 правильно 3 6 9 правильно 6 правильно молодец уля близко слишком и на хорошо можно вытирать следом так что прям дальше дальше вот эту теперь вот так что сейчас будем заниматься продолжать а папа выехал финансы и выгуливать собачку нашу потому что стеки джамиганды выгуливать немножко детки не хотят ты мит миши всех ты мои туфли обувала ну иди иди ничего страшно можно одевать пойдем с мамой в огород алиса привет все мои хорошие жарда путажи пойдем пойдем посмотрим прийти мои хорошие ну что у меня день такой сегодня день спящей спящей женщины я приехала с работы почему-то когда сильно уставшие решила что мне нужно поспать ну хотя бы полчасика эти полчасика мне превратились два с половиной часика вот мы будем их звенела и включила одну час спали что пять минут и вырубилась вырубилась и протрыхла значит моему телу нужно правильно было правильно может там сигнали вот так что вот такой вот у меня день сегодня детей собрала уже с центра отдыха рафа и поехал кататься на велосипеде сорно на их ты горки на который нами на бимикс и на бикросс бимикс а вместо рисунка сейчас сходим покажем вам огородик до куколка а где твоя медаль покажи медаль детка алиса на школе сегодня школе от центре отдыха выиграла медаль сегодня были олимпийские игры и алиса выиграла первое место вот так так это там-то да да покажи поближе от на дно картон видно они их подготавливали потом держи даже и потом они выигрывали медальки. Вот. Так что покажем наш огородик с Алисенком. Потому что я вчера очень-очень-очень-очень очень-очень хорошо поработала. Потому что я был, конечно, бордычок хорошенький такой у меня. Апля. Много травки проросло. Знаете, огород вот буквально 3-4 дня не поработаешь и все. Конкретный капут. Вот, Алисенька, ты же так нет-нет-нет, давай одевай твои кроксы. Твои кроксы одевай. Или с ними носки одените там, как они называются, сланцы вот эти вот. Тунг. Внимай носки. А надеваем идти. Да, мам, видишь, что эти сланцы одела. Шлепки одела. Вот. И да, 3-4 дня, 2-3-4 дня не позанимаешься в огороде, все отравало по самое-самое. Вчера Арно у нас косил траву. В саду стало все чистенько, красивенько сразу. Вот что значит. Покосил траву и сразу как-то более так приятно становится. Хотя ничего от этого-то не изменилось, просто травы меньше стало. Ну, все-таки сразу уютнее. Вот. И я, естественно, навела тоже порядок в моем огороде. Точно сейчас покажем. Пам, даже гараж не закрыл. Видите, как хорошо покосил травку. Хозяюшка моя пошла. Здесь у меня он почему-то, видимо, жарко им что-то, а они вообще никак... Так они хорошо пошли. И видите, прям... Сейчас иду, котик. У меня кал снова зацвел. Тут надо пострелять, надо погорели, мне кажется, листочки. Жарко. Опять жарко у нас. Розы все никак не подвяжу, не почикаю, но я в эти выходные займусь этим. Это я сама себе пообещала. И на следующей неделе детей не будет дома. Так что на следующей неделе я буду заниматься полностью огородом, садом и всем остальным, чтобы привести в порядок. Я ему почипала эту травочку тоже, то есть много было травы полно. Смотрите, как шайот у меня разросся. Ну, зайчик, сейчас пойдем. Что ты хочешь? Цветочек показать? Алиса хочет показать подсолнух красивый, да? Давайте я сфотографирую. Вот, смотрите, как он у меня разросся. Помните же, мы сажали вместе. Смотрите, какой-то толстый стебель. Прям пошло. Смотрите, везде, 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 везде. Везде, вон, прям вот везде. Так, что-то слишком близко у меня. О, так получше. И сюда пошел. Видите, прям перекинулся. А вот эти два с прошлого года, почему-то они как-то не очень так сильно разрастаются. Да, но они еще не красные, Алиса. Здесь, ну, никак не поспеют. Мой персик, смотрите, сколько у нас их будет. У нас их будет просто огромное. Видите, даже деревья падают. Палки, точнее, падают, потому что слишком много, слишком тяжелые. А наверху почему-то нет, странно. Внизу они все, а наверху нет. Удивительно. Так что ждем, ждем, когда они у нас поспеют. Мои розочки желтенькие, тоже он до пачка. Ну, короче говоря, я сама себе дала обещание. В эти выходные, в воскресенье, отвозим детей. И я немножко в воскресенье поработаю. И следующая неделя вся будет моя на то, чтобы работать, привести в порядок. Здесь мои калы не нравятся. Помню, девочкам давала совет, что не сажайте калы на солнечной стороне. Вот видите, в тени, как они развиваются. И как они развиваются, на полном, где солнышко одно. Они вообще не растут. Хоть я их поливаю каждый день. Зато вот это очень хорошо растет. Лавра, не лавра, как оно? Олеандр. Олеандр очень хорошо растет. Наш пион давно уже отцвели. Все лежит уже. И травочка, травочка, травочка. Смотрите, как хорошо растет травочка. Орно даже покосил уже вчера. Так что еще подсыпем немножко семена. Пойдем, что там еще дальше посмотрим. Смотрите, тыквачи как разрастаются у меня. Везде, 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 везде. Это уже тыкву растет. Вот тут тыква. Вот это вот котимарон, не знаю, петимарон, марон. И вот смотрите, я там увидела. Вон там, до реки. Они припрятались, две там. И растут потихонечку. Ну, пусть растут. По осени соберем. Здесь вон тоже помидоры, тоже. Это вообще просто семена было. Говорит, просто помидор был выброшенный. И все там растет. Получается открыть? Давай. Аккуратно пальчики. Так, видите, как навела порядок? Чистенько стало. Травочку везде подергала. Так, кабачки надо будет порезать, собрать. Мама убрала здесь, да, потому что оно было нехорошее. Вот это мне надо будет, мне жалко убирать. Еще не расцвели. Подсолнухил, родная. Оставь, оставь, это же специально для полива. Ладно. Да нет, не будет мне мешать. Так, здесь у нас же дынька, она уже показывала, по-моему, да? Где-то ее положила. Вот это она будет убирать. Ой, Алиса, смотри, что у нас. Смотри. Кто это? Что это? Смотри внимательно. Нет, это дыня. Дыня, девочки, мальчики, у меня дыня выросла. Это фрукторис, а я даже не вижу, она спряталась здесь. фрукты, фрукты, Алиса, фрукты, фрукты. Картошка цветет, картошка, это душистая, которая мяка, сладкая, сладкая. Да, это ничего страшного. Не страшно. Здесь морковочку начну выдергивать, повыдергиваю в этом коробочке морковочку. Вон там, нет, там все-таки оставлю. Посмотри, может быть, здесь как-нибудь наведу порядок, и я посажу здесь. Не страшно, Алиса. И я там, ой, еще вторая, вот у нас дыня. Господи, да откуда же вы берете, смотри, он еще одна. И третья, Алиса, три, смотри. Боже мой. Аккуратно, она хрупкая, все. И посажу лук-порей в зиму, как раз у нас будет зимой, у нас лук-порей. Смотрите, как хорошо цветет испанская фасоль. Не знаю, что она нам даст, мне очень нравится. Я правильно все-таки сделала, чтобы посадила таким образом. оно и красоту как бы создает. Мне очень нравится, честно, очень. Я довольна. Ой, я не собирала овощи у нас тут. Надо собрать об отцовахи. Ой, прелесть, прелесть. Надо мне здесь собрать эти, скажите, я вам скажу. Ой, баклажан, что-то подпортился здесь. Надо будет его срезать. баклажаны. У меня перчик болгарский уже вовсю. Смотрите, какая прелесть. Помидорчики. Живет огород, живет, надо подвязывать. Ой, а помидорчиков черри-то сколько. Обалдеть. Вкусно. Вкусно, вкусно. Держи, куколка. А сладкие какие. И малина. Смотрите, сколько малины. Она, притяна, сейчас будет собрать. Огромное количество. Я вчера не собирала. У меня уже морозилки полно малины, так что летом будем, зимой будем кушать малины. Так, вот это почему-то подсохло. Я не пойму, почему. Так, ощущение, что заболела малина у меня чем-то. Прям не знаю. Но от нее пошел отросток, видите, молоденькие. Так что, вот это дело я срежу, наверное. Посоветуйте, кто знает, почему она вот у меня. Слушайте, первый раз у меня такой. Никогда у меня еще с малиной такого не было. Удивительно, что она так у меня портится. Странно. Что там, котик мой? Держишься? Да. Нормально ли? Сейчас у тебя в будущем все равно полно земли. И у нас, смотрите, эти, клубничка. Клубнички полно. Так что Рафочка приедет, я ему соберу на ужин. Он любит фрукты на ужин. Так что будет ему фрукты на ужин. Полно клубники. По второму, по третьему, не знаю, уже к какому разу это все идет. Конечно, чем было в начале весны. Но все равно есть тоже классно. Апля. Так. Помидорчики, мои помидорчики. Помидорчики. Он говорит, гибушущие помидорчики, огромнейшие. Мама. А, ушки. Ой, это какой большой. Ой, молодец. Подожди секундочку. А, это, смотри, какой огромный. Сколько же весит, аж интересно. Лопай, конечно, лопай. Если тебе хочется. Сюда ты можешь дебюти, дебюти. Ага. Алиса говорит, я сейчас буду их съедать. Твои помидоры. Ты же, говорит, съешь мои эти маленькие черри. Я, говорит, буду кушать твои большие помидоры. Кушаем, да. Помидорчики. Ой, эти огурчики, почему-то, видите, какие-то пожелтевшие. Почему? Наверное, просто заболели. Хотя, поливаю ведь. Не знаю. Ну, ладно. Не страшно. Все это не страшно. А это что-то такое за растение странное. Ну, оставлю. Так, что там? Сейчас переступлю. Ой. Это мне даже вырывать весь горох. уже все он свое дал. И там у меня этот, Рашида, фисташки. Вот так вот. И почему-то у меня у кого этот, петрушка не хочет никак раз. Видимо, солнце мало. Не знаю. Это надо вырвать. Оно здесь даром не нужно. Слишком много я посадила разных цветов. Чересчур даже много. Ой, помидорчик там тоже спелый. Тоже выскочил. Сам по себе этот помидор вырос. А корни-то корни офигеть. Ладно. Не буду я с вами этим заниматься. Сама завтра, не завтра, а выходные займусь. Перед наводом уборки. Морговочку повыдергиваю как раз. На терочку натрию, нарежу кружочками, заморожу. Ой, слушайте, такое ощущение, что у меня чем-то заболели мои все растения. Вот прям, смотрите. Аж удивительно. Странно. Надо будет наблюдать. Пойдем дальше, Ариш, посмотрим. А подсолнух, смотрите, слепали. Там его ничего уже нет в моем подсолнухе. Все слепали. Птички. Ладно. Закрывай хорошо, пожалуйста. Фасольку собираю каждый день, каждый день и каждый день она у меня растет, 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 не растет. Так что, кто хочет хороший урожай фасоли, спаржевой, сажайте вот такую фасоль, которая вам попадет, поднимается вверх. Будете, блин, собирать килограммами, килограммами. И она очень хорошо замораживается. Я ее замораживаю. Я ее... О, что-то подвяло все у меня. Странно. Я ее замораживаю каждый год, каждый год. Так, помидорчики мои тоже растут. Фасоли опять куча собрать. И смотрите, как я подвязала мои помидоры. Подвязала вот сюда. Таким вот образом. Вот она, видите? О, листы штукой обрывала и опять куча. Я обрываю периодически листы. Во-первых, так проще найти фасоль. Во-вторых, чтобы солнышко было побольше у них. Чего ж бедной без солнышка-то быть. Так, здесь мало солнца. Так что все, сейчас я буду собирать мою фасоль, мой урожай. Вчера не собирала. А здесь кто-то съедает, ну съедает заживо мою капусту. Вот съедает. Ну, я только у улитки. Видите, блестит все, видно, что это улитки здесь у меня лазят. Улитки, слезняки. Ну, ничего страшного. Бог с ней. Пускай будет. Им еда. Они же тоже кушать хотят. Но есть четыре. Хватит нам. Красота. Все, пошла. Пойду фасольку собирать. Покажу еще вам вот такую. Смотрите, вот удивительно. Висит на честном слове. И ведь висит удивительно, прям удивительно. А это каждый день растет. Каждый день не по дням, а по часам. Али, все, болтушка, болтушка. Вкусные помидоры. Вот это, вот это счастье. Алиса, ай, сорвала помидорчик с огорода и прям тут же наяривает. Вот это золото. Вот это замечательно. А, виноград хотят вам показать. Виноград еще покажу и все. И пойду искать баночку, чтобы собрать фасоль. Смотрите, виноград. Танюшка, если смотришь, смотри. Смотри, как хорошо виноград пошел. Вот что значит, подарили мне этот виноград с сердцем. От сердца, как правильно говорят, правильно? От души, от сердца. Вот от чистого сердца подарили. Виноград у меня принялся, у меня растет. И так, фу-фу-фу-фу-фу. Потому что каждый год я сажаю виноград, у меня не поднимается. У меня каждый год пропадает. Вот так вот. А этот, вот смотрите, как хорошо пошел. Здесь у меня травки, пеправки, все никак не почикают. А это, Танюш, смотри, твоя малинка, которую я тебе посадила. Так что, будьте в наших краях, заезжайте, забирайте. Или мы к вам. Короче говоря, с организуемся. А это мои переростки кабачков, которые я не заметила, которые спрятаны были под листьями очередные, вот такие огромные. Выбрасывать мне всегда жалко. Все-таки труд как-никак. Так что, буду все это резать на кусочки мелкие и буду замарать, что делать пюре с картофелем, либо обжаривать, как я делала, с морковочкой, с лучком, либо же супчик делать. Вот. Лискин наяривает. Ой, хрюшка, она везде. Ничего страшного, все это стирается. Джамик, а ты поздороваешься с нами? Джамуль, Джамуль наш. Бизю-бизю-бизю. Бизю-бизю-бизю. Кукелка, мяукелка. Так, ну что, я собрала свой маленький урожай. Смотрите, вчера я не собирала фасоль и сегодня вот сколько собрала. Здесь, наверное, точно килограмм полтора этой фасоли. Просто обалдеть. Кушать уже мы ее не можем, так что очень много кушаем. Так что будет она у меня заморожена. Кабачки собрала зеленые сегодня, один беленький. Ой, фасоль попала. Короче говоря, дает, дает, дает огород. Очень много дает. Так что, еще раз советую, если кто любит фасоль зеленую, кто хочет много ее кушать, замораживать на зиму, сажайте фасоль, которая вьющаяся. Она очень много дает. Очень-очень хороший вкус. Для заморожки нам больше подходят, чем маленькие фасоли, знаете, которые вот так вот растут всего лишь на все. Вот, все-таки вот это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова